Всем привет! Сегодня 25 августа, Московская область. Сейчас занимаюсь тем, что очищаю приствольные круги у деревьев, у кустарников. То есть убираю всю сорную траву и так далее. Подчищаю, чуть-чуть рыхлю и поливаю, потому что осень заходит, деревья сейчас нужно поливать, чтобы хорошо ушли в зиму. И вот решила отдохнуть и думаю, надо снять видео, показать свои теплицы. Теплицы у меня стеклянные, это огуречная, перечная тепличка. Все нормально, в принципе, перцы тоже зреют вовсю. Вот, сороксари сорт. Вот такой, знаете, так интересно он растет, маленький, но сантиметр максимум 40 в высоту. И такой раскидистый, то есть вот, видите, у него вот так, это его крона. То есть он как щупальцы ложится на грядку. Вот сороксари. Он очень урожайный, плоды сейчас, конечно, поменьше, но завязывают постоянно. На макушке я не прищипываю. Это вот пересорт, который тоже, ну такой обычный дворовый перчик. Вот, тоже, ну зато, знаете, он очень урожайный. Смотрите, сколько здесь перчинок. Хотя кустики прям маленькие, тоже сантиметров 50 максимум. Здесь у меня сорт хайварский, ну чудо-перец вообще, я прям от него в восторге. Сколько я уже собрала, и он опять завязывает, цветет. Цветы я не убираю, потому что раз тут они у меня в теплице, ну и пускай, что вырастет, то вырастет. Рост бы в открытом грунте, конечно, уже прищипнуло бы. А так, почему бы нет. Тоже сроксари, здесь как-то поменьше он. Это сорт леся. Вот, крупные плоды. Как-то видео посмотрела, женщина о нем делала обзор. И она сказала, что леся, он, ну, среднеурожайный. А у меня урожайный. Я не знаю, каждый, конечно, измеряет урожайность по-своему. Ну, вот разве, вот леся, да, ну, он сантиметров 50, наверное, ростом. Ну, разве этот перец не урожайный? Смотрите, здесь перцы. Переворачиваем. Здесь перец. Вот он. Здесь перец. Здесь перчик. Ну, для своего масштаба растения, но он очень урожайный. Вот следующий куст. Давайте возьмем вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Понимаете? И он завязывает, и завязывает. Так я же уже урожай собрала. Это он, вот, еще один куст. Вот. Вот. Перчик крупный какой здесь. И он цветет, вы понимаете? Я считаю, что перец леся, он урожайный. Это рамира красный. Сейчас покажу. Тоже. Здесь у меня уже все собрано. Я буквально собирала вчера, или позавчера, наверное, позавчера, вчера я сняла видео. Леча, не леча, а перец в томатной сладкой заливке. Вот. Весь урожай собрала. И вот он рамира опять. Здесь, смотрите, какой он урожайный. Здесь, на самой макушечке. Вот перчик висит. Но перец рамира в обязательном порядке нужно подвязывать. Не подвяжете, сломаются стебли, потому что очень хрупкий. Вот. Вот. Вообще. Между прочим, айварский тоже перец нужно подвязывать. Если, конечно, вы не прищипываете. Так, это у меня перец маркони. Вот он, красавчик тоже. Полно его. Тоже собирала не так давно. Вот. Вот такого цвета красивый. Отличный перчик. Здесь бушуют у меня. Цветы бушуют. Ой. Так. Это перец питон. Вот. Сколько я его уже собрала. Вы знаете, сделала паприку. Великолепно получается паприка. Но выход очень маленький. Потому что перец очень тонкостенный. Практически там одни семена. Я не знаю, стеночка, наверное, полмиллиметра. И когда он высушивается, уменьшается в 101 раз, наверное. И в остатке очень мало остается. Поэтому нужно много на паприку, если вы собираетесь делать. Потому что паприка быстро используется. Я насушила. Отчасти намолола уже в этом. Измельчила. Сделала паприку. Убрала. Я потом покажу, в чем я храню паприку. Отчасти оставила. Не стала превращать ее в приправу. Поэтому по надобности буду брать и делать уже. Ну и в готовом виде она всегда должна быть небольшое количество. Все. Вот такие у меня перчинки. Все замечательно. Все растет. Перцы убирать я долго не буду. Я через 2 недельки, наверное, уезжаю на 1 месяц. Это в отпуск. И у меня все будет находиться в таком состоянии. Натеренковала лаванду. Лаванду 36 растений сделала. Череночков. В итоге 31 получилось. 5 штук у меня выпало. Это под заказ. И плюс еще для меня здесь лаванда. Я буду ее высаживать между голубикой. Потому что, как оказалось, я не знала об этом. Лаванду на лаванде очень любят находиться. собирать нектар шмели. А мне шмели нужны для того, чтобы голубик опылялась. Потому что самый лучший опылитель для голубики это шмель. Поэтому я буду высаживать там. Как делать прям этот, тоже из камней, цветничок. И туда посажу лаванду. Чтобы на следующий год она у меня зацвела. И все там, работа там велась. С правой стороны растут огурцы. Это старая посадка еще майская. А здесь уже новые огурчики. Ну, потихоньку они пошли. Уже вот завязываются такие кукленыши. Ну, состояние их среднее, хочу сказать. Вот. Эти перепады с температурой. Я уже, знаете, намучилась. Будут, будут огурцы. Не будет. Ну и ладно. Все равно скоро уедем. Я уже что-то подустала с этими огурцами. Чуть их подкормила. Золой просыпала. И все. Больше уже ничего не хочу. В общем, вот так. Сейчас пойду покажу вам томатную теплицу. Томаты. Стеклянная теплица. Высокорослые томаты. Сейчас она выглядит так. Вчера или сегодня? Нет, наверное, вчера я здесь поработала. Как видно, уже с правой стороны. Очень много кустов я убрала. Почему? Потому что, ну, висит уже, знаете, вот зеленые помидоры. Ну, по три, по четыре зеленых помидора. Ну, решила я убрать. Ну, смысл держать куст? Нет. А где уже еще много томатов и поспевших, и зеленых, конечно, я не стала убирать. Я вообще не спешу убирать томаты, потому что у меня нет места. Это зелеными нужно обрывать. Места их дозаривать у меня нет. И я не хочу с этим заморачиваться. Зачем мне томаты дозаривать, если я могу подойти с куста сорвать? Спелый. Я вообще не люблю зеленые томаты срывать. Вот, смотрите, как красиво. Это растет сержант Пеппер. Вот чудо-томат. Мне он понравился. Я уже сняла обзор на томаты, на все свои сорта. Скоро выйдет видео. Так что подписывайтесь на канал. Это у меня зеленых еще полно. Ликер ирландский. Это гибрид. Мохитос. Тоже спрашивали за него как-то в одном видео. Хороший гибрид. Это голландские семена. Ну, живучий вообще просто на удивление, сколько здесь 4 куста. Я много собрала. Он не сильно высокорослый. Там вот до крыши он доходит, теплится и все. Ну, томатики один к одному. Обычные красные томаты с обычным таким томатным вкусом. С хорошей томатной кислинкой. Вот весь гибрид. Он, знаете, даже дал пасынок из земли. Прямо из земли. Вот. Вот он такой большой. И уже на этом пасынке он дает опять томаты. Вы представляете? И дальше, если он сейчас будет дальше цвести, еще успеют томаты дозреть. Ну, хотя бы бурые они будут. Здесь это шоколад полосатый. Здесь у меня малахитовая шкатулка. Тоже еще полно. Она до самой крыши идет. Тоже это шоколад полосатый. Это сахарозовый. Тоже понравился томат. Ну, великолепные. Семена собрала. Здесь тоже сахарозовый. Вот он тоже идет до самой крыши. Вот они томаты. Здесь черное сердце бреда. Тоже вот они. Ну, и зачем мне срывать? Даже не буду. Пускай спеют. Листву я оставила на самом верху. Листва сядь чистая. Если у меня фитофтуры, слава богу, у меня здесь нет. Это тоже черное сердце бреда. Здесь аж ананас. Черный ананас. Вот он. Тоже. Смотрите, сколько его. Еще полно. Еще здесь можно месяц питаться этими томатами. Это дьявол джерси. Ну, что хочу сказать. Нормальный томат. Единственный большой и самый большой его недостаток. Это, конечно, что он не держится. Плодоножка. Сразу отрывается и падает. Вот только вот сейчас вот. Видите? Вот в таком он состоянии. Чуть-чуть еще покраснеет и сразу отвалится. Но не держится он. Вообще никак на веточке не держится. Так. Какой сорт еще вообще? Я в восторге от этого сорта. Это сорт Сан-Марцана. Ну, великолепный. Урожайный. Он, во-первых, небольшой. Он метр, наверное, 50-60 максимум вырастает. Но плодовитый. Посмотрите. Это все вот Сан-Марцана. Вот идет, идет Сан-Марцана. На самой макушечке. Вот он. Такими он прям кисточками растет. Гроздьями. Вот он. Вот. Я уже сделала этот. Вот еще Сан-Марцана. Этот томат. Специально. Мною выращены семян для вяленья. Вот он краснеет уже. Я завялила томаты. Великолепно. Он подходит для вяленья. Не зря. Это итальянский сорт. И они его вялят. Очень хорошо получается. Я сняла рецепт вяленых томатов. Как я готовлю. Мне этот рецепт достался от итальянца. Вот. И я вам покажу. На днях я, наверное, выложу это видео на канал. Это сорт ОСЮЭ. Как-то так. Огородника покупала. Только красивый. Все. Красота. Вкуса нет никакого. Пробовала замариновать. Но я все вам это покажу уже в обзоре. Маринованный он тоже никакой. Это сладкий касади. Ну, урожайный вообще. Ну, урожайный. Ну, прям девать уже некуда. Вот он висит. Вот. Это все сладкий касади. И он, понимаете, до самого потолка. Вот они не висят. Уже он нагнулся. И вот опять он висит. И идет, идет, идет уже по крыше. Под крышей как огурец. Ну, вообще. Между прочим, на вкус не понравился. А я его замариновала в баночке. Во-первых, это красиво. Так еще и вкусно. Так что я не совсем в нем разочарована. Вот. Это тоже такие кисточки. Это дьявол джерси. Так висит. Красиво он, конечно, растет. Вот Сан Март Сан опять. Жду, когда поспеет. И еще буду делать вяленые томаты. Понравилось мне очень. Вот такие томатищи висят. Представляете, это вот уже самый верх. Под крышей теплицы. И такие большие томаты. Вот они. Это из черных. Так, это мой любимый южный загар. В этом году он не урожайный. Скажу сразу. Прямо вот не урожайный. Потому что кисти были потеряны. Здесь все уже снято, конечно. Но если сравнивать уже прошлый год и этот год, то в этом году он не урожайный. Ну, не забывайте, что это сорт. Сорта они чувствительны и к погодным явлениям, и к болезням разного рода. Поэтому вот так. Ну, не скажу, что я им не наелась. Я и наелась сама, и вся моя семья. И угощала, и продавала даже. Поэтому все нормально. А так растет, смотрите. Это все. Такого... А, не видно. Уже вечер, не видно. Вот так. Так что здесь томатов у меня еще очень много. Итак. Какой уход у меня за теплицей? Ну, во-первых, у меня здесь чисто. Нет травы. Я вообще не понимаю людей, которые держат теплицы и выращивают вместе с растениями траву. Это просто загадковека. Для чего? Непонятно. Во-вторых, сухо в теплице. Очень сухо. Здесь не поливается уже, наверное, с месяца. Это точно. И поливать категорически нельзя. Стоит только полить. Привет, фитофторы. Это точно. Дверь всегда открыта. И днем, и ночью. Пускай даже холодно были. Холода. Дверь все равно не закрывалась. Стоит закрыть дверь. Разница температуры в теплице и внешней среде. Теплица начинает плакать. Листья становятся мокрыми. И значит, какое-нибудь будет заболевание. Это точно. Форточки автоматически. Сейчас у нас жарко. Они все три открываются. Там механическое окно. Если видно, оно тоже всегда открыто. Здесь механическое окно тоже всегда открыто. Не закрывается. Ничего не будет закрываться, пока здесь находятся томаты. Вот так. Ну и все. В принципе, весь и уход. Если появляются какие-то, может быть, больные листики, я сразу их убираю и сжигаю. Я не выбрасываю в кучу компостную. Но это если какие-то пятна здесь у меня были. Поэтому все сжигала. Ну вот и все. Вот сейчас такой легкий у меня уход. Так. А здесь, помните, у меня такая грядка парничока с открытой крышей. Здесь с трех сторон клеенка натянута. И здесь растут баклажаны. Вот в таком они состоянии. Просто уже туда не пойду. Через стекло, я думаю, все видно. Растут. Прекрасно растут. Это низкорослый корейский карлик. Я вам уже о нем рассказывала. Между прочим, есть на канале видео обзор сортов баклажан. Зайдите, посмотрите. Я ссылку оставлю под видео. Это сорта. Так я их не убрала. Хотела их уже убрать. Ну, оставила. Вот. Сегодня перцы остались у меня от закрутки, свежие. И сорву баклажан. Зажарю. Протушу на костре. Ну, обжарю на костре. И перцы. Соединю их. Почищу. И в заморозку отправлю. Это такая будет закуска на зиму. Добавляйте туда чесночок, зелень свежую. Размораживайте баклажаны с перцами. И все. И отличный такой салатик. Я вам желаю всего самого хорошего. Хороших вам урожаев. Заходите на канал. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok